Сегодня мы решили Попросить высказать свою точку зрения Известного кинорежиссера, а ныне политика Станислава Говорухина Станислав Сергеевич, вы известны Как популярный и любимый кинорежиссер Теперь вы известны как политик Говорухин Что побудило вас сделать этот переход? Ну, я не вчера перешел Этот переход был незаметен Это началось лет 8 назад Конечно, сначала Публицистика газетная Документальные фильмы Сначала газеты Публицистика Серия больших статей О борьбе с преступностью Где я пытался докричаться До общества, что грядет уголовный террор Тогда на меня смотрели Как на сумасшедшего Затем кинопублицистика Это уже чистая политика Достаточно сказать Что, скажем, мой первый фильм Так жить нельзя Просто изменил политический климат В стране То есть ваши предсказания Не сбывались? Ну, что-то сбывалось Что-то не сбывалось Я пророк-то из меня плохой Но, в принципе, это давно То есть я уже лет 8 политикой Ну, так а что? Что-то осталось только Активное Эти кадры мы снимали у стены Некогда знаменитого Жигулевского завода В Самаре Вот мы говорим Назад к Ленину гибель Да Но и то, что происходит сегодня Ужасно Мы окончательно превратились В страну воров и нищих Наверху жулики Внизу люмпины Здоровая часть народа Способная к возрождению Посередине Она редеет День ото дня Процесс люмпинизации Смертелен для будущего страны Из этой темной, озлобленной Потерявшей ориентиры массы Можно лепить слепую силу Нужен только вождь Который найдет ключ К душам этих людей И каким будет их вождь Такой будет и страна Все это мы видели На примере истории России То, что мы наблюдаем на экране Называется Духовная смерть народа Она ничуть не менее трагична Чем смерть физическая На такую смерть обречены Десятки миллионов людей Выходит снова Пусть 90% погибнет Лишь бы 10 Дожили до счастливого будущего Стал быть, Ленин действительно Живее всех живых Раз он так прочно поселился В сердцах наших руководителей Готовность всегда пожертвовать Своим народом Вот она, ленинская мысль Остановить обнищание Любой ценой Укоротить преступников И остановить обнищание Только так можно спасти Россию И ее будущее Ну вот смотря Ваши последние документальные фильмы Вот как раз так жить нельзя Великая криминальная революция Чувствуется колоссальный бурь За то, что происходит в России Насколько глубокие Социальные проблемы Вот что удалось вам конкретно Сделать здесь Переходом на эту должность И какие реализовать планы У меня в Думе Это ведь тоже четкое распределение У нас в Думе Обязанности Если ты профессионал Так ты не можешь судить обо всем Потому что Ну что я понимаю Что в ваших силах было сделать? Многое в моих силах было сделать Не все, к сожалению, сделали Я занимался преступностью Мы приняли законы Очень важные по борьбе с преступностью Не наша вина уже Что многие из них Может быть даже самые нужные Были зарублены президентом Тут уже наметилась Странная тенденция Чем закон более необходим Обществу Очевидно необходим Тем больше шансов Что президент наложит на него вето А последний год Я вообще занимаюсь Чечней защитой Сначала я пытался И это мне, мне кажется, удалось Все-таки как-то остановить выстрелы В спины наших солдат Вся пресса Все правозащитники Набросились на солдат Которые Не только ни в чем не виноваты Но наоборот Мужественно и достойно Выполняли свой долг А их долг в том, чтобы Выполнять приказ командира Приказ главнокомандующего Вот к нему и предъявляйте претензии Если хватит, мужественно Сейчас я занимаюсь Защитой русского населения Которое осталось в Чечне Сегодня мы принимаем Я надеюсь Примем все-таки закон Который дает возможность Как-то тем, кто хочет покинуть Вернуться в Россию Финансировать этот переезд И обустройство на месте Ибо эти люди уже Сегодня ведь тот же самый Криминальный режим Только еще в худшем Виде На территории Чечни И если раньше у них была надежда Что поможет Может быть российское правительство Российский президент Российская армия До сейчас Уж их окончательно предали У них нет никакой надежды И они сегодня молят Только об одном Увезите нас отсюда Вот мы попытаемся Помочь им Ничтожные военные историки Возвели много напрасненно На царскую армию Русских командиров Между тем Русская армия Воевала Как правило На территории противника Были и у нее Неудачи Но громких побед Было больше Иначе Российская империя Не стала бы такой огромной Это гонит Австрийских пленных Русская армия Не знала предателей Никогда Никогда Она не была такой Какой стала Спустя 25 лет При большевиках Это кадры Финской войны 39-й год Пять советских армий До миллиона человек Обрушились На маленькую Финляндию Бывшую провинцию России Две передовые дивизии Сразу попали в плен Кстати Финскими войсками Командовал Маршал Маннергейм Бывший царский генерал В этой незнаменитой войне Каждый финский солдат Убил 10 советских До сих пор Кстати Не обнародована Судьба этих пленных Около 40 тысяч человек После окончания войны Финское правительство Вернуло их Советской стороне Офицеры Видимо Были расстреляны Солдаты Погибли В сталинских лагерях Смерти 41-й год Занята половина Европейской территорией Страны 4 миллиона Сразу сдались В плен Вот Самая справедливая Война При самом Справедливом Строе И сразу 4 миллиона Предателей По 600 тысяч Солдат Оставляли Наши гениальные Полководцы В немецких котлах Вот она Настоящая Эта измена Родине Если у вас Желание Известного Режиссера Всеми любимого Снявшего Романтические Детективные Приключенческие Фильмы Все же Вот бросить Все И снять Еще один Замечательный Фильм Дело в том Что ведь Политика И забота О стране Это не фильм Это настолько Очень души греет Важное дело Что как это так Бросить Что значит бросить За тобой уже Избиратели Те которые доверились Мне в октябре И декабре 1993 года Как можно Их сейчас Предать Их может быть Мало Но Если бы даже Один человек Был Ты обязан Перед ним Отчитаться Поэтому Вот если меня Избиратели Освободят От обязанности Защищать Их интересы То я с удовольствием Займусь Кинематограф Вздохну Перекрещусь И займусь Кинематографом А вот Если не освободят То придется Работать Политикой Является ли Семья Для вас Поддержка В вашей Нелегкой Работе Ну а как же Без Крепкого Тыла Конечно Как они Пережили Ваш Такой Переход Из Кинематографа Две полярные Работы Все понимают Меня И рассуждают Так же Мой сын Тем более А удается ли вам Делать Какий-либо Сюрприз Для семьи Для родных Для друзей Сюрпризы Какого плана Что-нибудь Необычное Приятное Ну не знаю В виде подарков Там я Никаких Не дарит Подарок Сегодня день рождения У моей жены Сегодня Да Вот я Первый подарок Я ей сделал Вчера Принес И розы Чего не так Часто делаю Вчера вечером Все сделаю Второй подарок Приду домой Пораньше Город Березники На Урале Верховьях Камы Город С весьма Сложной Экологической Обстановкой В магазинах Как всюду Ни черта Развлечений Нет Жильем Плохо Но люди Живут Жил я Когда-то Родился Здесь Пошел В школу И был Счастлив Нет-нет Помню Доловил себя На мысли Как хорошо Что родился Я в советской Стране А не где-нибудь В Америке Жили мы Вот в этом Двухэтажном Бараке Помните У Высоцкого На 38 Комнатов Всего Одна Уборная Жили В проголодь Мать работала За двоих Отца Не было А где Мой папа Спросил я Когда чуть-чуть Подрос Не приставай К матери Бабушка Говорит Отца У нас нет Он бросил Нас А почему Нет фотографии Папы Мать Все порвала И вообще Забудь о нем Он был плохой Человек Ну я и забыл Писал в анкетах Когда оформлялся За границу Отец Бросил нас До моего рождения Потом Потом как-то Осенило Написал В КГБ Догадка Оказалась Верной Репрессирован В 36 Году И фотографию Прислали Я же Никогда не видел Отца Вот ему Здесь 23 года Выходит Дважды Убили человека Сначала Физически Потом память О нем Многие фильмы И съемки Вы делали В Екатеринбурге Вас Что-то еще Связывает С этим городом? С Екатеринбургом? Да Во-первых Я родился В Свердловскую Область В городе Березники И теперь Это Пермская Область У меня В паспорте Было написано Свердловская В свидетельстве О рождении Тогда это была Свердловская Область Во-вторых Бывал там Много раз И как геолог И снимая Фильмы Особенно последние Россия Которую мы потеряли И Великая Криминальная Революция Урал Ну я уралец Родился на Урале Ну что Можно сказать Это Родные края Говорят Екатеринбург Третий криминальный город После Петербурга И Москвы Да Согласен Согласен У нас Так сказать Все порты Криминальные города Все морские порты И помимо этого Вот еще Два Сухопутных Порта Откуда За рубеж Текут Из Москвы Деньги Из Екатеринбурга Стратегические Материалы В свое время Да Это Скорее всего Это именно Третий Владивосток Мог бы потягаться Ну вряд ли Потягается Да Екатеринбург Наверное По криминальности Третий город А то и второй После Москвы Сколько же их погибло Лучших людей России Умных Благородных Порядочных С ними вместе Ушли из общества Перестали цениться Понятия чести Благородства Достоинства А когда общество Перестает С благоговением Относиться К этим Понятиям Все Питательная среда Для разгула Преступности Готова Самое страшное Преступление Режима То что он создал Новый тип Человека Вот какими мы стали За 70 лет И это самое Губительное Преступление Системы и власти Оправдания ему Не может быть Никакого Дело в том Что Из Екатеринбурга За последние Там три года Ушло очень много Ведь Богатств За рубеж Это позволило Многим Обогатиться Сказочно Обогатиться Это породило Ответную волну Потому что Мелкие жулики Сказали Давайте Делитесь И пошло Поехало Это криминальный Город Безусловно Один из самых Криминальных Городов России От этого Он мне Менее Дорогим Не стал Ибо это Все-таки Моя Родина Почти Но тем не менее Это так И поэтому С этим Нужно бороться Вот Поэтому мы Сегодня идем В Государственную Думу Под лозунгом Остановить Криминальную Революцию Какие перспективы Достижения Этой цели Ваши прогнозы Как народ Захочет От него Будет зависеть Многое Будет зависеть У нас сейчас Все инфантильные У нас Деградация Сейчас идет Ну тогда И по делам Тогда и жалеть Нечего Если допустят Что в парламент Придут жулики Власть имущие Люди Которые сделали Со страной Такое А с этим городом Эдакое То Жалеть их Нечего Хорошо Пусть так И будет Ну что ж Тогда Конечно Хочется вам пожелать Чтобы Вы уже Известный Как Кинорежиссер Чтобы Популярность Была И Такая Желикая Как У политика Спасибо Спасибо вам Субтитры